Короче, какая-то как детская школьная потасовка, что ли, была Когда ты занимаешься весными единоборствами, иногда хочется просто кому-то втащить, честно говоря, за его длинный язык В последнем выпуске его прям жестко обхитили в комментах Колхоз раздавал, а что, блядь, жирный торт летает Мне сам уморительно, я думаю, блядь, что я творил? Математически рассчитай вход, короче, туда Все, нет, не руйся один Ты меня уже бесишь Показать все, на что ты способен, а в бою это не получается Раз, два, расслабься, весь зажатый, весь напряженный, блядь Раз, хорошо, двигаешься, руки, куда ты опускаешь? Ушел, ага, пальцем попал Просто летишь вперед с головой И тебе раз, два, прилетает, потерялся, снова пошел Всем привет! Это реалити-шоу «Мясорубка»! Последние недели выдались для участников очень насыщенными и сложными Парни прошли первый этап отбора и приняли участие в реальных боях по правилам смешанных единоборств Не так много раундов и не так много времени, поэтому они за эти два раунда должны показать максимум, что они могут И то, к чему они готовились в течение месяца Несмотря на короткие раунды по три минуты, поединки стали суровым испытанием В отличие от профессиональных бойцов, участники проекта бились в шлемах и с определенными ограничениями Нельзя делать слэм, все знают, что такое слэм То есть бросок вы можете делать, если вы прошли, вытащили, на второй этаж сбросаете А если вы были в партере, поднимать выше уровня пояса и бить нельзя, то есть до уровня пояса Но многие все равно получили травмы Все по-настоящему, рука реально сломана, пальцы дошевелятся Александр Ушак заменил Сашу Грунева, который получил серьезную травму во время боя В нашем бою, в котором я проиграл, он получил травму достаточно серьезную Сегодня у него будет проведена или уже была проведена операция И бодимания решила вернуть на проект меня в состав участников Восстанавливать силы ребятам помогают партнеры проекта Здоровая и полезная еда от МФ Китчен Бренд спортивного питания Левел Ап После тяжелых боев не все успели восстановиться и продолжить тренировки Саша Грунев травму получил, Денис Никитин получил травму Володя Садчиков сейчас тоже восстанавливается, вот у него там было небольшое растяжение В клубе Иглс ММА на тренировку смог прийти только один участник Сегодня я тренируюсь один, так как парни получили после соревнований какие-то травмы и пока они восстанавливаются Ну я тоже в том числе, но могу работать Сергей выиграл джекпот Он получил мастер-классы от топовых спортсменов и персональную тренировку с главным тренером проекта Исламом Каримовым Это Гасан Умалатов Один из лучших бойцов нашего клуба Опытный человек в спорте Бывший боец UFC Поэтому давайте поприветствуем Стандартную двойку Раз, два И после сразу правой руки Если растяжки хватает, бьем в голову После правой бьем сразу ногой Получается раз, два И сразу заканчиваем правой ногой Если растяжки не хватает, бьете тогда в корпус И возвращаемся Как там у вас правильно, вы бьете неправильно, на это не смотрите Вы же только начинающие бойцы Раз, два, и сразу закончили После правой руки правой ногой Вот попробуй то же самое без паузы после задней руки Чтобы он вообще не успевал, короче, сконцентрироваться Понял? Вот ты же бьешь Раз, два Он понял уже Потом колено Он опять понимает А ты соедини так, чтобы он Раз, два И зайди сразу Чтобы он не блокернул Работаем мы сейчас в паре с Ильнуром По большей части Это, я также считаю, большой плюс для меня Так как я, получается, в спаррингах достаточно сильным человеком И буду в итоге уже выходить против красных весьма подготовленных Часто вы оказываетесь в таком положении При возможности прихватываете руку Здесь отвлекли его, прикормили, как говорим на спортивном жаргоне Когда отвлекли, сразу свалили Свалили Голову упирай, если ему голову Правой Правой Теперь подсюда Сейчас Колено? Да Сюда А потом отсюда Подкручиваешь Вот А теперь вышагиваешь Вот Оттуда У тебя Оттуда У тебя Оттуда У тебя Я сам начинал с армспорта Пришел поздно в спорт Потом и по болезни много лет не тренировался Но все равно получилось добиться каких-то спортивных высот Поэтому все впереди, просто нужно тренироваться Гасан сегодня показал нам броски Всякие Очень интересные Я их запомнил Они мне очень хорошо дались Следующий спортсмен, которого я хотел бы вам представить Это Абдурахманов Рашид Начнем с атаки и с контратаки Я контратакую Я Хватываю И подсекаю Вот Сразу И встречаю Вот так Если честно Чисто подраться в клетки Это была моя давно мечта такая Много раз пойти на единоборство Именно ММА Оно постоянно что-то останавливало Не знаю То ли страх То ли еще что-то И тут такая возможность Собственно Я видел Кастинг Думал, блин, ну почему бы не попробовать Что я теряю в конце концов Вот я пошел И вот я здесь То есть ты стоишь в левше Если он идет сюда Делаешь шаг И отсюда уже идет разворот То есть смена стойки идет Раха Показал нам ударку Какие-то серии интересные И наконец-то я Начал делать вертуху Я давно хотел научиться делать ее Вот И сегодня была такая возможность Узнать от профессионала Как это делается Ну, они сегодня Показали такие Достаточно, наверное Простые В мире единоборств Приемы Но я так думаю Что Может быть они кажутся простыми Но весьма эффективными То есть они проходят В большинстве случаев Поэтому я думаю Они решили показать Именно их нам Финты Вот очень важную роль играют То есть показать одно движение А сделать другое Это вот то К чему вы должны Постепенно приходить Ну как бы мотивация Еще больше Так как ты понимаешь Что ты проходишь уже дальше У вас остается все меньше И как бы Бросать точно уже нельзя Только вперед Всех мочить Отсюда рука должна пойти Вот сюда Вот Не здесь Потому что если ты здесь То ты даешь возможность Ногой шагнуть Вот Ближе к коленке И когда бросаешь Шагни задней ногой назад Левой ногой отшагни Чтобы задать себе Траекторию на разворот Понял? Спасибо большое Спасибо вам Очень ценный опыт Я вам просто скажу Одну простую вещь Чтобы вот дойти До такого уровня Нужно провести Колоссальную работу Над собой Провести Кучу времени В залах Выиграть кучу соревнований И прежде всего Никогда не сдаваться То есть всегда Иметь в голове свою цель И к этой цели идти Ислам разобрал бой С Антоном Котовым Очень важно Разобрать ошибки Чтобы больше Их не повторять Вот сейчас В корпус открываешь А продолжение в корпус Нет удара Тем более Твоя левая рука Твоя сильная Как раз под его правый бок Первый раз в жизни Выходишь в клетку Не знаешь чего ждать Как бы когда мы только Зашли в нее Я чувствую себя в принципе Достаточно спокойно Но после Пары тройки ударов Ты как бы включаешь В такой режим И для тебя нет ничего Кроме этого соперника Такие какие-то Сначала немного терялся В первом раунде Это было заметно Я не мог сосредоточиться А в том раунде Я уже взял себе контроль И уже начал работать В принципе нормально Блин Что ты в комментариях Много прочел того Что Антон якобы Меня пожирел Когда такнул меня ногой Тейкдаун Не добил А я такой вот плохой В конце там Сделал еще серию ударов На самом деле Я не хотел с ней драться И я в каких-то моментах Тоже Когда там я попал ему По Кадыку Я не стал добивать его Хотя бой Не был остановлен Я дал ему продышаться И как бы В каких-то моментах Все-таки Немного жалел его Потому что он Как бы мой такой приятель стал И Ну Как-то Не хотелось его сильно травмировать Или там Добивать сильно Вот Но это было Только один раз Теперь никого жалеть не буду Все Кто будет против меня выходить Все будем мочить В целом Прошло все отлично Чуть-чуть подвигались Наработки сделали Поработали чуть-чуть на лапах Ну Учитывая то Что немножко Травмирован Сергей не может работать В полную силу Как бы мы поработали так Налегке Но именно как бы Я дал 2-3 серии Такие именно Которые под него Под левшу Под его стойку Чуть-чуть подкорректировали Именно Жесткость на ногах Чтобы были более акцентированные Жесткие удары Ну и разобрали как бы Его бой с Антоном В Алекс фитнесе Участники восстановились быстрее И пришли в полном составе Сегодня мы сделаем Апцент на ударочку Я ребятам Буду держать Уже лапы начинать По поводу Боев Саня Налетал Не слушал Из-за этого и проиграл Но Егор тоже Ничего не выполнил Из указанных этих Но я выиграл Тоже налетал Прыгал там Что-то исполнял Такое Выиграл-то выиграл Но выиграть можно по-разному Но вот Надо слушать В таких ситуациях Пересмотрел бой С Сергеем Сырниковым Крайне недоволен своей работой И выслушал Прочитал много ваших комментариев Много хейта Что колхоз раздавал Что жирный тор летает Это все понятно Это все слышал Это все посмотрел Это я знаю Я буду работать над этой темой И больше я не буду ни за кем гоняться По октагону Мне это как я понял Уже нахер не надо Я буду показывать более техничный бой Буду работать больше на тактику А не на эмоциях Потому что Я думаю Если кто-то из вас занимался Да серьезно Он понимает Это чувство Когда ты первый раз выходишь на бой И это твой первый поединок Твой дебют там В каких-то боях На тебя смотрят Тебя где-то там кто-то поддерживает И просто обосраться Ну никак нельзя И тут ты просто делаешь Блин все что можешь Полетки вот это вот С ногами С руками Это я все видел Это мне самому уморительно Я думаю Блять что я творил Ладно Это всю фигню я уберу Я постараюсь Больше такой блять Балет Балетон не исполнять Да по октагону Учим запоминаем Пытаемся одно Нас почему-то там полтора месяца натаскивали А в октагон вышел блять Вообще Такая отсебятина Такой колхоз полетел Что я просто посмотрел Мне плакать хотелось В какой-то момент хотел сменяться В какой-то плакать Вот серьезно Все Большинство комментариев обоснованы Но на личности переходить пацаны Это прям вот блять низко Два человека будут в парах работать Один со мной на лапах Дальний Раз Кидай кидай сразу Вперед не лезь Встречай встречай Раз отошел Раз два три Нога Раз Хорошо двигаешься Руки куда ты опускаешь Еще раз Раз два три Ногой бьешь Таз Таз туда больше докрути Касаемо эмоций После боя После поражения Это Незабываемое чувство Когда Хоть и не было нокаута Или какого-то серьезных повреждений Но Чувство Неприятное Ужасное Когда ты чувствуешь такое Опустошение На самом деле Когда ты знаешь Что ты месяц пахал На самом деле пахал Изо дня в день И старался Показать все На что ты способен А в бою Это не получается Это Вдвойне накладывает Такое огорчение Вот Сдалека Оттуда Бьешь уже Не вались Не надо вот этого делать Боковой попадай Раз два Расслабься Весь зажатый Весь напряженный Расслабься Твоя задача Вот играешься сейчас Двигаемся Двигаемся Не стой на месте Раз Это что за удар Это прямой Какой-то полубоковой Прямые бьем Два И нога Мне очень нравится Тренироваться Когда мало народу Вот сейчас народ отсеялся Да Жалко очень Саню Груневу Очень жалко Что Так получилось Что он выбыл Вот Скорейшему Воздоровление В этом плане Вот А так нас осталось трое И очень интересно тренироваться То есть это какие-то Больше работы У нас Больше работы в спаррингах Мы друг с другом Больше работаем Больше пространства И мне это очень нравится То есть я уже могу Вымещать всю свою злость Скажем так Именно конкретно Вот я вот работаю с Тором И вот я постоянно с ним работаю Я знаю кто Что он может Он знает что могу Я И мы эти минусы друг другу Подстираем То есть мы повышаем свой уровень Благодаря этому Тем более еще наши весовые категории Очень сильно Тор обратно набрал 106 килограмм После этого Поэтому у нас разница почти Что в двадцатку Вот Это довольно тяжело Вес у меня снова нормальный Снова мои Родные 106 кило Как бы не знаю Что там Максим Боялся потерять Насчет Веса Массы Ноги вместе не ставь Раз Вперед не вались Куда ты валишься Кого ты правой рукой бьешь Движение Твоя задача левой рукой Нащупывать противника И дистанцию между собой Правой прямой Взалека Раз Вперед не вались То же самое Плечи просто развернуть Правое колено Раз Раз Отброс Раз Два Три Раз Два Аперкот бьешь Плечо выше поднимать После боя было тяжко Напропускал в голову Это была моя ошибка Но Эльми неоднократно говорил Не опускать руку Особенно правую Блять Пожизненно это забывал на ринге Ну не то что забывал Рука просто не поднималась Блять защиты не было Просто летишь вперед с головой И тебе раз-два Прилетает Потерялся Снова пошел Короче какая-то Как детская школьная потасовка Что ли была Кто боксирует С борьбой До броска Упали сразу встаем Коленями не бить Начали Пробуйте проходить там Подсекай ногу Все Ага Поднялись Егор Двигайся Подбородок Груди Хорошо Попробуй Больше Больше работайте Ногами толком никто не бьет Я в любом случае В любом случае буду бороться до последнего Я не сдамся Мне без разницы С кем поставят В дальнейшем С кем не биться Вот Кто бы то ни был Да это будет тяжело Если кто то будет Из своей команды Морально Вот Особенно там например Если Стором Мы с ним довольно таки Неплохо задружились Чего так долго записывались Блять Рассказывал какой-то гомосер А ну тогда нормально Тогда это надолго Раздергивайте Раздергивайте Расскрывайте Ну и пробуйте бороться Чего борьбы то нету Хорошо Стоп Стоп Стали Касаемо тренировок И совмещения с работой Не знаю как у других Я теряю по деньгам Вот Так как у меня жена И двое детей По сути Я работаю один в семье Приходится Отпрашиваться с работы Это все Сказывается на семейном бюджете Жена недовольна Она поддерживает Всегда переживает Но В целом конечно Она была против Чтобы я возвращался Так как Она видела Как В подавленном Так сказать Состоянии я был наверное Подержала меня Конечно Спасибо ей Вот Но она была в принципе против Возвращения Но я хочу себя попробовать Считаю что я себя не реализовал здесь На сто процентов Все готовы? Аккуратно Аккуратно Левая Больше работа Левая Раскрывайте Став 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 Как показала клетка Да Октагон Жалеть никто никого не будет То есть я стараюсь На тренировках Никому не засаживать В плане ударки Но в плане Если борьбы То броски делаю на полную То есть Нет я конечно не впечатываю его в татами Но при этом Как-то Работаем в полном контакте Коленями здесь не бьем Коленями здесь не бьем На хера лезь вперед Работай блять с дистанцией Да не ныряй Ударил один два удара Все отошел сразу же Ты опять к нему близко блять Подходишь Как в бою То же самое блять Сегодня немножко Получил травму Ноги В борьбе с тором Немножко Повредил ногу Я думаю Это просто ушиб Небольшой И в ближайшее время Он заживет Ну а так По травмам Что по травмам Ну небольшие Да Небольшой надрыв бицепса Был после боя С Александром Грунёвым Ну так микротравмы Тело скажем так болело Сейчас оно Немножко отошло Все Продолжаем готовиться Побольше двигаться На месте не стоим Взрыв Бить быстрее 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 Че так медленно Бить бить Вкладываться Со всей силой бьем Без остановки Сань Раз два Раз два Раз два Бьешь постоянно Бить 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 Егор Руки голове Возвращаем Обычный темп Бить Бить А ноги Кто будет бедра вкручивать Мотивирует после боя Очень сильно мотивирует Дальше тренироваться Потому что Понял свои ошибки Скажем так Какие-то минимальные Хоть бой и был очень маленький 30 секунд Он сразу просто полез И получается Что Сразу упал партер Я не рассчитывал на партер вообще Изначально Я рассчитывал на ударку С ним побиться Но так получилось Что он полез И это момент такой был Непредсказуемый Так же может быть И произойти с любым другим участником До конца проекта Осталось совсем немного И участникам Как никогда Нужна мотивация Отличным примером силы духа и воли Стала победа Хабиба Нурмагомедова Над Элом Яквинтой Смена соперников На Хабиба Я думаю Никак не повлияет Вот Я думаю Он так же выйдет И уверенно Покажет свою работу Уверенно Сделает то Как он готовился К этому бою Поэтому мы здесь Как раз таки собрались Поболеть за него И думаю Поздравить его С очередной победой Соберник У него работает Наверное В большем стойке Отчаяние Как я еще узнал Он в свободное время Он риэлтор Для меня это очень было И так интересно Вот Ну хороший парень Спасибо конечно ему Что он спас на самом деле Спас бой В этой ситуации Который Соберники менялись Чуть ли в день По два соперника менялись Поэтому Спасибо ему огромное Что он спас этот бой Президент нашего Больцовского клуба Игл СММ Будет впервые Будет творить историю Дай бог Привезет пояс в Россию Как обычно Будет дикий прессинг С его стороны Работа в стойке Он первое время Будет подбирать Дистанцию Переводить в партер И все как обычно Полное доминирование Мне кажется как будто Что Хабиб мог бы по очереди Настолько он уже заряжен на бой Что он мог бы уже со всеми тремя Четырьмя по очереди Просто подраться И забрать пояс Дайте мне 30 минут отдохнуть И я готов драться с Тони Или с Коннором Может быть с DC Неважно Большое спасибо всем Моей команде Спасибо моей команде Иглс Большое спасибо Моему клубу Большое спасибо Люку Рокхолду DC Большое спасибо У кого есть такая команда? Ни у кого Это самая лучшая команда Большое спасибо Это все ваша работа Это невероятная команда До финала проекта Остались считанные недели Пишите в комментариях Кто по вашему мнению Станет победителем Вы были на канале Бодимания Не забывайте подписываться Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!